Чем уникален этот политик Гривен Ньюсон? Да вообще ничем. Он делает ровно то, что делают все политики в любой стране. Сейчас Владимир Путин обозначил свои цели на какой срок, как ты думаешь? До 2036 года. И вот он говорит, что нужно решить жилищную проблему граждан. Ну какие-то люди умные сделали подборку, его обещания начиная с 2000. Но он все время что-то обещает. Главное обещать тогда, когда ты в общем не проверишь. Взять такой срок, что проверить нельзя. Он в нулевом году обещал до 10-го, а там вроде как два предметки срока было. В 12-м году он обещал до 25-го, а там уже тоже не его срок. А сейчас он обещает до 36-го и тоже будет уже как бы не его делать. Да никто проверять не будет. Проблема в том, что мы все это спокойно воспринимаем. Мы же надеемся, что ли, на что-то им. Ну вот на что. Вот эти журналисты, которые спрашивают, ну как вы решите проблему бездомных? Им вообще есть дело до ответа, до смысла того, что им скажут или нет? Ну по-хорошему здорово было бы дожать бы этого человека. Послушайте, скажите. Ну вы же вот 10 лет назад говорили вот это. Проблема не решена. Почему вы еще занимаете свои мысли? Выйдите к людям и скажите. Я просто никчемный, профессионально непригодный человек, политик. Я не могу решить эту проблему. Простите, до свидания, я пошел. Но нет же. А этот еще он вообще красавец. Я честно, я думал, сейчас будет нарезка. Там 10 лет назад он вот такой вот худой, еще молодой. А дальше он все толще, толще, толще. И вообще уже такой жирный, не помещается в кадр. Говорит, что нужно решать проблему бездомных. Знаешь, что так спиченкой выковаривает что-нибудь из зубов. Нет, он прекрасно себя держит в отличной форме. Он за собой следит. Он настоящий политик, профессионал. Проблема в нас. Что мы все это позволяем с собой делать. С большим осожалением. Проблема в той системе, которая не позволяет нам этих бесчестных людей оттуда ковырнуть. Понимаешь? Вот нет того, что мы с тобой год назад в эфире, может быть, мы говорили, необходимо народовласть. Вот та политическая система избрания депутатов, губернаторов, которые есть сейчас, раз в два года, по каким-то там бюллетеням, бюллетеням, которые можно подкрутить что-то там при подсчете, подбросить и так далее. Она не работает. Нужно, чтобы это было прям вот онлайн. Понимаешь? Вот тебе задача, мы тебе ставим задачу. Вот мы голосуем. Прямо сейчас видим, как это происходит. Если ты не выполняешь эту задачу, мы тебя просто меняем. Значит, берем другого, который может. Не тебя будем слушать дальше, который объясняет, почему не сделал, а просто приглашаем нового, который начинает делать. Вот и все. Но такой системы нет. Политики в ней не заинтересованы. А люди смогут ли это осуществить или нет? Большой вопрос. Позволите им это. Продолжение следует...